Теперь я перехожу уже к своему сообщению. Надеюсь, что оно будет понятным всем, потому что, ну, простые довольно задачи, но хочу сказать, что они очень важные. Вообще, тот текст, который написан, можно читать, а можно слушать, я буду несколько, может быть, другие вещи говорить, ну, в этом же духе. Значит, на самом деле, на сегодняшний день мы живем реально в сложно устроенном сетевом мире. Как только мы берем мобильный телефон, то мы попадаем в сеть, которая для нас как бы неизвестна, как устроена все же, но она устроена так, что мы можем ею пользоваться. Как только мы пользуемся интернетом, мы опять находимся в колоссальной глобальной сети. и опять-таки мы, в общем-то, понимаем, что она громадная, но как там все это происходит для нас, оно вообще-то, говоря, как бы скрыто. Вот. Но хочу сказать, что большинство алгоритмов, которые применяются и обеспечивают фактически функционирование этой сети, они родились раньше, до появления этих самых глобальных сетей. И поэтому иногда возникает ситуация, что эта классика очень далеко уходит от того, что на самом деле сейчас происходит. Ну, как бы модели классические, которые рассматривались, они не охватывались. Те сложности, которые сейчас реально существуют. И поэтому нужно либо усовершенствовать, уточнять постановки классической алгоритмы, заставлять их как бы работать, либо искать какие-то новые. Значит, ну, приведу пример тех задач, которые принципиально вообще изменились. Классические задачи о потоках в сетях, которые решали Форте, Фолкерсона, основатели этой теории, они, во-первых, были как бы статическими. Изучались потоки, которые во времени не менялись. Но решалась задача просто о том, чтобы этот поток по величине был максимальный. Причем сеть простейшая, когда есть один источник, откуда этот поток как бы возникает, и есть один сток, куда это все приходит. И вот классическая замечательная задача. Но понятно, что на сегодняшний день представим себе европейскую сеть газоснабжения. И те, между прочим, интересные задачи, которые возникают, если нас, допустим, как поставщика отключают. На самом деле сейчас получается так. Во-первых, там не один потребитель, а потребители фактически все, если странно считать вершинами, это сети, вот они, потребители. Во-вторых, поставщиков или источников, да, много. Кроме России, Норвегия, и количество поставщиков увеличивается. Там Элжир поставляет, теперь этот сжиженный газ, откуда только они не будут поставлять туда, и уже поставляют из Соединенных Штатов, и еще везут из стран Ближнего Востока. И там, вообще говоря, возникает чрезвычайно интересная задача. Ну, например, если, допустим, Италия покупает российский газ, ведутся переговоры длинные, и, наконец, цена определяется, есть цена, так сказать, газа нашего за счет того, что мы его здесь добыли. Во-вторых, рассчитывается цена транспортировки по сети. И есть, на самом деле, некая организация, которая деньги эти берет за транспортировку, допустим, по Европе. За транспортировку по Украине, Украина берет. Да, а вот по Европе, там некая европейская организация транспорта газа. Вот. Но расчет ведется вот так. А на самом деле газ, он в сети совершенно обеспечен. И это оплатила Италия, допустим, поставку из России, но что она получит из сети, неизвестно. То же самое отказалась, допустим, Польша от российского газа и не покупает его. А на самом деле, что она получит из сети, неизвестно. Скорее всего, что она решается, там другая задача уже организаторам этой функционирования транспортной сети. Кому какой газ отдать, чтобы были меньшие затраты на транспортировку, вот и все. И тогда они получают хороший доход. Они от Италии получают за транспортировку, как будто из России подают алжирский газ, который там практически ноль транспортировки. Ну и очень интересная задача. Они никак, классическая теория, не описывается. Я буду говорить о других немножко задачах. Эти задачи очень сложные, к ним еще вообще не приступали. Но я понимаю, что на самом деле полное отключение России, оно будет экономически невыгодно еще и по этой причине. Меньше возможностей для игры на этой самой выгоденной транспортировке. А задачи такие. У нас есть, допустим, транспортная сеть. Задача фактически как бы о кратчайшем пути. Ну, что это значит? Это у нас есть граф. Граф с весами на дугах. То есть в каждой дуге поставлено положительное число, которое можно истолковывать как длину этой дуги. И мы ищем кратчайший путь из заданной вершины, стартовой, ту вершину, к которой мы хотим попасть. Значит, эта задача была решена до практического применения ее реального. На самом деле это знаменитый алгоритм Дейкстра, который был придуман им в начале 50-х годов. Дейкстра учился на самом деле на теорфизика. А на самом деле, будучи студентом второго курса, вдруг решил эту задачу, придумал этот алгоритм и бросил теоретическую физику, и стал математиком, специалистом в области алгоритмов на графах. Идея алгоритма очень красивая и простая. Первое. Любой отрезок кратчайшего пути является кратчайшим путем между кратчайшими вершинами. Доказывается тривиально. И весь алгоритм Дейкстра фактически построен на этом. Особенность этого алгоритма является следующее. Если мы хотим найти кратчайший путь из вершины в заданную вершину, мы ничего не можем сделать, не найдя длины кратчайших путей из этой вершины во все остальные. Только найдя длины. Сами пути не ищут. Но длины всех кратчайших путей во все остальные вершины нужно найти. После этого обратный ход в этом алгоритме, который позволяет восстановить кратчайший путь в ту вершину. И опять-таки это восстановление происходит по этой самой теореме о том, что кратчайший путь, любой его кусок является кратчайшим. Вот. И все замечательно просто. При этом необязательно веса могут истолкования чистой длины иметь. Это может быть время прохождения. Это может быть стоимость прохождения по дуге. Но алгоритм не нужно менять. Он одинаково работает. Смысл лишь бы веса были положительны. И он замечательно работает. Вот. Алгоритм этот открыл целый класс новых алгоритмов, которые называются теперь динамическими, потому что выполняются последовательные шаги. И если при выполнении каждого шага улучшается хоть что-то, то эти шаги выполняются. Как только улучшения прекратились, то можно останавливаться, и значит все уже хорошо. Длины кратчайших путей во все вершины уже найдены. Старт алгоритма идет такой. Стартовое решение присваивается метка 0. Время или длина пути попасть в нее. Вбивая, стой на месте, никуда не иди. А метки всех остальных вершин объявляются равными бесконечности. А потом шаги пересчета. Для каждой вершины определяется, из каких в нее можно попасть, из каких вершин в нее ведут дуги. К метке каждой такой вершины прибавляется длина той дуги, по которой можно попасть. Сравнивается эта полученная величина с меткой, которая уже была у вершины. Если меньше, то заменяем, улучшаем. Все. Законечивает число шагов, все останавливается и замечаем. Вот. Ну что на сегодняшний день я обнаружил? Но обнаружил такую вещь, которая мне заставила меня думать. Однажды нужно было куда-то лететь из Шереметьево. Еще не было этих аэроэкспрессов. И как бы самый удобный путь попасть туда, экономически незатратный. Это был такой путь. Доехать, по-моему, на метро до речного вокзала. А там маршрутки. И вот я стою, уже из метро поднялся, подхожу там, где маршрутки. Вижу, стоит громадная очередь. Что-то маршрутки не появляется. Ну, стал же, да? Появляются какие-то люди, которые ключики на пальцах крутят и говорят. Там пробка страшная. Маршрутки там застряли. Даже если вы ее дождетесь, вы опять в пробку попадете. А мы знаем, как проскочить, как объехать. Садитесь, довезем. Ну, я как-то на это все-таки не клюнул, ну, не опоздал. Ну, вот. Но все же. Все же понятно, что на сегодняшний день, мы знаем, что существуют так называемые часы пик. Когда ситуация, вообще говоря, ну, принципиально меняется. И, вообще говоря, речь должна идти не о кратчайшем пути, как расстоянии, а, скорее всего, вообще говоря, нас интересует кратчайший по времени. Вот. И опять-таки мы понимаем, что в разное время, время прохождения по одной и той же дуге может быть разным. Ну, потому что, вообще говоря, на загруженных магистралях не ты определяешь скорость своего перемещения, а определяет ситуацию. И вот мы попробовали как бы усовершенствовать или предложить некую версию алгоритма, который позволял бы учитывать эту ситуацию. вот, поэтому рассмотрен класс графов, у которых для каждой дуги есть пара весов. Условно говоря, время прохождения до часа пик и время прохождения после часа пик. И есть Т большое – это время, когда наступает час пик. И поэтому задача становится уже такой – найти кратчайший по времени путь и заданные вершины в известную, если эти веса известны, время начала часа пик известно, и время старта тоже известно. Понятно, да? Условно прохождения до часа пик. Надо доехать. Вот я знаю, что я собрался выезжать в 8.30. И я знаю, что в 9 часов начинается час пик. И я знаю, что какие-то дуги на каких-то время практически не изменятся, на каких-то было очень быстро проехать, а станет очень медленно и так далее. Значит, ну вот вообще все, что связано с этим, вот то, чем мы сейчас пользуемся. Ну вот, допустим, мы берем обычный этот самый навигатор. Никакой там задачи, там решается чистая задача о кратчайшем пути. Поэтому, ну, когда мы пользуемся навигатором, я вообще заметил некие неприятности. Как только вот возникает какая-то проблема, и тебя навигатор ведет, а я вижу, что пробка там или что-то, да, я пытаюсь уклониться. И он вместо того, чтобы мне пересчитать путь по-настоящему, может быть, другой какой-то кратчайший искать, он на самом деле быстро пересчитывает, как тебя вернуть на этот путь. А я-то знаю, что я не хочу, там все забито, а он меня просто упорно туда защищает. После этого навигатор становится, ну, вообще бесполезным. И потом, опять-таки, практика показывает вот что. Лучше все предусмотреть заранее. Потому что ситуация такая, когда ты это не предусмотрел, и ты попал в пробку, то попытка твоя уже из нее как-то выскочить, объехать и так далее, как правило, ты же ничего не понимаешь, плохо ориентируешься, навигатор тебя вот ведет туда-обратно, и все. И в каком-нибудь переулочке окажется, что он тупик, и застрялись вообще будешь. Поэтому люди предпочитают не рисковать, а упорно стоят в пробках, хотя на самом деле бывают возможности легко их обойти. Вот. Ну и что, значит, сделано на самом деле? Значит, ну вот алгоритм, который я описываю, он фактически получается такой модификацией, усовершенствования, или новая постановка для алгоритма Дейкстры. Вот. Но она такова, фактически мы имеем дело как бы с тремя графами, где топология одна и та же. Один граф – это до часа пик, второй граф – во время часа пик, а третий, на самом деле, еще, вот он самый динамический, это, так сказать, переходной. Когда тебе нужно пройти по дуге, которая такова, что ты стартуешь по этой дуге, до часа пик. Но если посчитаешь по весу, то оказывается, что ты уже проезжаешь после часа пика, ты считал вес маленький. На самом деле это неверно. – У нас сменяющиеся веса. – Да. Да. И вот эти вот веса переходные, они четко зависят от времени старта. Их нельзя заранее, так сказать, их вот нужно обязательно пересчитывать. Ну а дальше, а дальше, как только вот это уже сообразили, что вот есть как бы три типа дуг, одни, которые заданы, их не надо пересчитывать, просто с ними нужно иметь дело, вторые тоже. И есть третий вот переходные, которые вот приходится пересчитывать, потому что они четко зависят от времени старта. Вот в алгоритме Дейкстры вот правило, как вычисляется верхняя строчка, как вычисляются метки при этой самой замене на более короткую. Если метка вершины, из которой можно попасть, плюс время прохождения по дуге, по которой попадаешь, если оно меньше, то заменяешь. Вот. Ну и, а что теперь? А теперь правило пересчета становится значительно сложнее. Вот она, верхняя строчка. Это если ты пересчитал и понимаешь, что эта метка, которая новая возникает, она все равно осталась до часа пика. И поэтому ты пользуешься чисто весом дуги, который был определен до часа пика. Нижняя строчка, нет, вторая строчка, это если ты уже пользовался меткой, которая возникла в этой вершине, от которой ты пересчитывал уже во время часа пик, то ты пользуешься весом, который соответствует часу пик, рот-2, и опять пересчитываешь. А третья строчка, вот эта самая плохая, это вот переходная ситуация. Но ей приходится редко пользоваться. Чаще пользуешься вот либо первой, либо второй. Вот, следующий момент, который оказалось нужно обязательно учесть. Вот, я же сказал об алгоритме ДЭКС-3, метка стартовой вершины равна нулю. Мы поняли, что лучше всегда считать, метка стартовой вершины равна времени старта. Тогда не приходится дополнительное количество операций выполнять вот в процессе этого пересчета по этим правилам раз-два-три. Меньше операций просто получается. Следующий момент, который пришлось учесть, это вот все модифицируя. Это то, что в алгоритме ДЭКС-3, что обратный, что сам путь по меткам восстанавливается, и это легко делается. Здесь очень плохо, потому что нужно понимать, по какой из этих трех строчек метка была пересчитана, и хуже всего вот эта, когда нижняя строчка. Тут вообще очень трудно сообразить. Вот, и поэтому, и поэтому, простое усовершенствование. Как только заводится динамический массив, соответствующий всем вершинам, как только метка какой-то вершины пересчиталась, то заносится номер той вершины, через которую она пересчиталась. И этот динамический, фактически, массив меток создается, и все время массив номеров вершин, через которые они пересчитаны. В конце алгоритма, когда все остановилось, пересчет это, с помощью этого массива номеров вершин, через которые происходит пересчет, обратный путь восстанавливается. Вот, ну и теперь я хочу показать пример. Ну вот, рассмотрим такую сеть транспортную. Ну, я нарисовал ориентирую, но можно было... На каждой дуге через дробь написано время прохождения. Первое, это время прохождения до часа пик, а второе, это после часа пик. Вот, смотрите, верхние дуги, они до часа пик все, ну, за 10 минут можно было проехать, а вот время часа пик, они все за 50 минут. Вот, нижние и вот вниз эти ведущие, там изменения заметно меньше. Они были как бы длиннее до часа пик по времени, а во время часа пик они, наоборот, вот стали как бы лучше, чем... Ну, и для этого графа мы пересчитываем, находим кратчайший путь по времени из первой вершины в седьмую, из левой в правую, вот. И для разных моментов времени получается, что он совершенно разный. Вот, ну что тут получилось? Ну, можно это пропустить, да? Это же не так важно. Я лучше вернусь. Ну, тут уже вот времена прибытия, в разный момент старта, но, в общем, возвращаясь к этому примеру, получается вот что. Что если мы стартуем рано, например, час пик в 9 начинается, в 9, да, в 8.20. Если мы в 8.20 стартуем, то кратчайший по времени путь по верхнему пути проехал. И все хорошо, мы успеваем. До часа пик. Если мы стартуем в 8.30, то этот путь уже становится не кратчайшим по времени. А оказывается, можно проехать, по-моему, сейчас, хотел поинтер. Где тут метка? Не работает. А, не работает. Вот. Получается так. Вот нужно проехать вот так, а потом вот так. Если еще позже, то уже становится вот такой путь кратчайшим. Вот. То есть, на самом деле, как бы пробки эти самые мы объезжаем. Конечно, это хорошо, но я бы сказал, если это уже реализовать, то доступным этот алгоритм разумно давать только ограниченного числа пользователей. А всех остальных пусть они пользуются тем. Да. Скорой помощи, там, пожарным. Но они, между прочим, и так знают. Как правило, они через пробки не пробиваются, им прокладывает путь, как это объехать. Вот. А если, конечно, всем дать, то все ринутся в эти самые в объездные, а там, как правило, все-таки это не центральные магистрали, они моментально забьются. Вот. Ну, мне показалось, что это вот интересная задача, и как-то мы с ней справились, и постановка достаточно разумная. Легко все это обобщается, если для времени часа пик еще известно начало, еще известно время окончания. Потому что бывает, конечно, так, что если сейчас город большой, то, получается, стартуешь до часа пик, а приедешь, может быть, уже после окончания часа пик, поэтому. Ну, это все. Это уже легко обобщаться. Как только вот это вот стало понятно, как еще вот переходные пересчитывать. Ну, стало понятно, что мы сейчас спасибо за внимание. Нет, так это для чего хочешь. Ой, вот я скажу, очень интересная задача, которой мы тоже занимаемся, про которую ничего не говорим. Как только мы рассматриваем, допустим, типа газопроводы, трубопроводы и так далее, да и транспортные сети, как только мы рассматриваем не стационарные потоки, а динамические, то там вся теория классическая вообще перестает отработать. Ну, например, о том, что величина максимального потока определяется пропускной способностью минимального разреза между источником и потребителем, как горлышко бутылки, через который. Вот, мы показали, что если потоки динамические, то поток в определенные моменты времени, можно строить такие примеры, будет превосходить пропускную способность этого дела на сколько угодно большую величину. это так называемые явления всплеска потока динамического. И эти всплески возможны, если сеть определенным образом устроена. Если вот ближайшим к потребителю этому самому минимальный разрез, ближайшим к потребителю, таков, что на промежутке от него до этого должны существовать пути разной длины. И тогда получается, что пользуясь этими путями разной длины, можно эти порции, так сказать, которые пропускает гордышко, пускать по разным путям так, чтобы они пребывали одновременно. и у вас будет всплеск. А если еще там есть контуры, то тогда можно пользоваться некими накопителями, в них закачивать, хранить, а в определенные моменты выдавать. Этих явлений просто при стационарном потоке быть не может, они очень интересны. Причем они же могут создаваться искусственно путем управления в сети. В том числе и могут создаваться для того, что ну как бы с нехорошими целями. навредить потребителю, чтобы он захлебнулся в какой-то момент. Особенно если у вас эта информационная сеть, вот атаку нужно организовать. Нужно, чтобы в какой-то момент времени приходило такое количество запросов, с которыми она не справляется. И если сыграть на этом деле, то получается, что ты создаешь не так уж много запросов, но ты пользуешься асимметрией этой самой, и эти запросы пришли одновременно и захлебнулся. Ну, вот так. Еще, пожалуйста, можно представьте себе, что у нас все пользуются навигатором, где каждый раз окрашиваются кратчайшие пути. Ну, я же сказал, тогда будет плохо. Вот сейчас реально получается. Все пользуются, да, да, да. Я же сказал, что эти даже вот навигаторы, вот эти, которые на жесткий этот самый алгоритм нахождения кратчайшего пути, они приводят, они ведут к образованию пробок. сейчас есть такой способ, что фактически не могут найти новый хороший пункт. И оказывается, что по этой информации поступает несколько, и не создают новые в этом месте. Когда возникает еще некоторые изменения, это столовка. Ну, да. Сейчас среди навигаторов очень плотно. Есть бесплатные навигаторы, Google и Яплеса. Есть платные версии, бесплатные версии. Они начинают учитывать. Да. Они и учитывают вот это самое, пробки существующие и так далее. А классические, ну, вот. А если два часа, можно учитывать? А, я сказал, да, да, да. Можно, конечно. Да нет, можно. Вот я говорю, как только стало ясно вот это, то понятно, можно ставить еще одно время, когда он прекращается, а дальше можно ставить просто вот это вот правило пересчета, но строчки будут добавляться и все. А идея алгоритма, она остается вот одна и та же. Хорошая. Она очень оказалась флодотворная у ДХ. Поразительно. Студент второго курса так все сделал. Именной алгоритм уже навсегда. Если по мне станут это невозможно сделать. Если нет вопросов, то потом дарю. Спасибо. Спасибо.